Добрый день, ребята! На связи Серега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, не забывайте делиться этим видео. Сегодня мы продолжаем рисовать наш шаблон лайн. Остановились мы на той неделе вот на этой штуке. Давайте сразу сделаем размер один к одному. И, в принципе, что нам здесь надо? Нам необходимо дорисовать, получается, второй похожий слой и дальше под ним разместить точно такой же блок. Поэтому мы не будем тут выдумывать снова горный велосипед, а просто зайдем в слои, выберем блок сомнения. Так, блок напоминания. Отлично. Вот эти два блока. И просто сделаем копию. Бах! Получаем вот такую штуку. И теперь давайте я все это дело уменьшу. Так. Включу здесь направляющие. Вот они. И просто-напросто перетяну эти два блока вниз. Давайте. Вот так. Так вот. Давайте тут еще я немножко выровняю, чтобы у нас было все ровненько. Вот. И вверх чуть-чуть подтяну. Так вот. Все. В принципе, смотрим в режиме один к одному, чтобы у нас тут все было нормально. Так. Видим. Отключаю направляющие. Все смотрится хорошо. Теперь давайте сделаем так. Первым делом блок сомнения. Мы, получается, меняем на достоинство. Давайте. Достоинство. А блок напоминания копии меняем на блок напоминания 2. Все. В принципе, что у нас здесь еще не так, это то, что нам не хватает. Тут, видим, уже места. Поэтому идем в изображение. Размер холста. И давайте здесь выставим высоту. Так. Только выровняем уже все поверху. Выставим высоту. Давайте покуда в 5000 пускай будет. Жмем ОК. Так. Смотрим, что тут у нас. Видим. Вот у нас тут еще сколько места появилось. Чуть что мы потом это уберем. Или наоборот увеличим. А сейчас давайте приступим к блоку... Так. Достоинства. Первым делом, что мы делаем? Смотрим. Меняем название. Чего вы добьетесь по нашей системе? Тут вот это все дело так и прописываем. Так. Идем сюда. И тут пишем. Так. Чего вы добьетесь по нашей системе? Так. Систему. Системе. Все. Замечательно. Идем в слои. Так. У меня тут тракторы разъезжают. Так что, надеюсь, сильно мешать они вам не будут. Идем теперь в промо-блок 1. Так. Здесь что мы делаем? Убираем, получается, оттуда эллипс 1 и единичку. То есть, вот этого у нас уже не будет. Здесь у нас будет своя иконочка. И теперь, друзья, внимание. Специально для вот этих блоков я подобрал парочку иконок. Давайте мы зайдем в картинки. Вот они будут в архиве Icons. Так. Видите, вот какие иконочки. Сразу говорю, что они не такие, как в оригинале, потому что там я использовал платные изображения. И я не хочу нарушать авторские права и давать их в бесплатном курсе. То есть, это как бы будет неправильно. Поэтому я подобрал что-то похожее. Вот. И их мы и будем вставлять. В принципе, я думаю, разницы нет. Однако, сразу говорю, где я эти иконки откопал. Смотрите. Есть специальный сайт. Например. Их вообще, в принципе, много. Но вот один из них. Это iconfinder.com. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Тут прямо вот ссылка на тот пак иконок, которые я нашел и которые я использовал. То есть, вот отсюда иконочки я типа тырю в размере 64 пикселя на 64 пикселя. И их мы будем использовать. То есть, здесь иконок много. Чуть что, зайдете сами и скачайте те иконки, которые нравятся непосредственно вам. Так. Думаю, с этим понятно. Поэтому возвращаемся назад. Идем в нашу папочку с иконками. И отсюда пионерим первую иконку. Тащим ее в фотошопину. И вставляем сюда. Так. Давайте мы разместим ее. Вот. Она у меня тут прикрепилась даже так по центру. Можно сказать строго. Так. Отлично. Помещаем. В принципе, можно даже чуть-чуть ее поднять. Мне там давали советы, как автоматически все это дело выравнивать. Но я так, в принципе, не понял. У меня не совсем ровно работает. Но давайте попробуем. Так. Вот наш блок. Этот. Вот наша картинка. Выбираем инструмент перемещения. И выбираем выровнять по горизонтали. А вот. Работает. В принципе, выровнялась. Вот эту кнопочку я нажимаю. И все выравнивается. Ладно. Отлично. Я очень рад. Теперь давайте поменяем картинку. Картинка у нас здесь будет совершенно другая. Опять-таки, ссылочку на пак с картинками я вам точно так же оставлю, как и на пак с иконками. Возможно, они будут идти одним архивом. Снова, как и в прошлый раз, я все картинки скачал с сайта Deposit Photos. Прямо с ихними водяными знаками, чтобы не нарушать, получается, авторских прав. И получаем сейчас вот эту картиночку. Мы пионерим ее в Photoshop. Так вот. Вот здесь выставляем все по краям, растягиваем. Можно даже чуть-чуть больше сделать. Не так, как я делал в прошлый раз. Вот чуть больше можно. Так. Теперь вот это все дело мы пропорции соблюдаем, естественно. Так. И теперь картинку выставляем так, чтобы она у нас была... Вот основная часть картинки по смыслу была в блоке с текстом. Все. Так. Поместить. Сделаем. Так. Растрирование слоя. Ну, давайте, знаете что, добавим обтравочную маску. Так вот. А вот это, в принципе, можно будет убрать. Все. Жмем Delete. И все, что нам осталось теперь, это опустить эту картиночку вниз. Давайте мы ее опустим. Ну и, само собой, дальше уже можно будет вырезать переверстки непосредственно. Так. Опускаем. Так. Ну, в принципе, наверное, даже надо было вырезать сразу. Давайте я выберу инструмент выделения. И здесь я все это дело вырежу. Так. Только почему-то у меня... Вот так вот. 360, чтобы было на 230. Так. Опущу немножко вниз. Вот. Ctrl-X. Отлично. Вот эту картинку мы можем удалять. Вставляем. Ctrl-Вставить. Так. Сразу же задаем обтравочную маску. И размещаем ее в самый низ. Вот так. Только сделаем так, чтобы она торчала на 10 пикселей снизу. Все. В принципе, я думаю, схема понятная. Теперь переходим к промо-блоку номер 2. Так. Здесь что мы делаем? Ищем наш ellipse 1. Так. Текст 2. Удаляем. И сюда, соответственно, вставляем нашу иконочку. Идем назад. Идем. Так. Где тут наш icons? Вот наша звездочка. Тащим ее в наш фотошоп. Отлично. Размещаем. Сюда перетаскиваем. Ну, и опять-таки, выбираем этот слой. Выбираем прямоугольник, который за него отвечает. И, само собой, что мы выставляем сначала по горизонтали, а потом по вертикали. Вот. Нормально. Слушайте. Так. Работает все-таки эта фишка. У меня с текстом не получалось, поэтому не знаю, что там толком. Скорее всего, что из-за того, что слои неровные. Так. Думаю, с этим понятно. Теперь, соответственно, вот наша картинка. Так. Выбираем. Так. Картиночку. Вот она. Тащим ее в фотошоп. Где что там? Вот. Отлично. Давайте я сюда перемещу все это дело. Здесь мы делаем так. Делаем вот так. Помещаем. Так. Растрируем. Сразу же мотаем все это дело вниз. Вниз, вниз, вниз. Так. Ну, вот где-то вот так. И, само собой, что мы начинаем так вырезать. Вырезаем, если вы помните, 360 пикселей или 370. Что-то я не... А, 360. 360 пикселей на 230. Так. Давайте я Shift нажму. Ну, это квадрат получается. Вот. 360 на 230. Так. Выбираем самый удобный ракурс. Нажимаем Ctrl-X. Здесь это удаляем. Вставляем эту картинку сюда. И, само собой, вот так вот. Так. Вот эту картинку мы удаляем. А слой 8, получается, делаем с прозрачностью 90%. Так. 90. Все. Отлично. Так. Дальше мы идем уже к промо-блоку номер 3. Ну, тут, в принципе, все просто. Как вы понимаете. Давайте это будет вашей домашкой. Вы просто-напросто доделаете все эти иконки уже сами. Единственное, что мы здесь сделаем. Это... Это, это, это. Так. Icons. Не то. Images. Так. Я забыл, что я хотел сделать. А, да. Пишем. Поменяем название. Так. Здесь. Давай же возьми жизнь в свои руки. И тут мы это напишем. Так. Давай же. Давайте даже вот в два ряда сделаем. Так. Возьми жизнь в свои руки. Чек. Все. Так. И здесь это мы дело, конечно же, удаляем. Ну, то есть, в итоге получаем вот такую строчку. Так. Что здесь? Здесь у нас надо убрать наш паспортный фон. Он уже тут не катит. Поэтому мы идем в блок достоинства. Выбираем фон блока. И делаем его просто невидимым. Вот получаются такие у нас здесь блоки. Помним, ваше домашнее задание это доделать вот эти иконки и картинки сюда вставить. У вас все эти иконочки есть. И картинки, они даже пронумерованы, соответственно, пунктом, куда их надо вставить. Ну, или задание посложнее. Подобрать свои иконки, подобрать свои картинки и вклеить сюда. В принципе, друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Ждем следующее занятие завтра. Субтитры сделал DimaTorzok